КОНЕЦ 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 существ от 10-летнего возраста и до 20. Все они так весело смотрят прямо в глаза, приветливо улыбаются, чувствуешь их доверие. Я предложил государю устраивать в Кремле ежегодные смотры лучших учащихся военно-учебных заведений и гимназий. Царь поддержал меня и эти смотры стали традицией. Государь лично принимал эти смотры и повелел награждать всех, кто в них участвовал подарками от его монаршего имени. Надежда попасть на такой царский смотр, который остается в памяти на долгие годы, вдохновляла всех кадет и юнкеров России. Новая моя деятельность на первых порах отняла у меня всякую возможность делать, что хотел. Я наслаждаюсь, посещая корпуса и училища, я всегда любил учебные заведения. Никаких столичных дрязг, светской мелочности, глупых разговоров. Только дело, дорогое и любимое мною дело ознакомления и все большего и теснейшего с моими заведениями. Я не хочу ничего сразу ломать и переделывать. Никаких определенных намерений у меня нет, а хочется вникнуть в жизнь кадет и их руководителей, и тем и другим принести пользу. Вот я и присматривался, и подавал пример, как надо уметь любить и быть любимым, без чего невозможно воспитание. А эти, облагороженные военным мундиром, приподнятые духом воинской доблести, мне особенно милы. Готовлю себе большое удовольствие от поезда. Чем более в глуши, тем отраднее доставлять удовольствие этим юношам и детям, сближаясь с ними, расспрашивая их, шутя, смеясь и полунежно, полусердито броня, когда нужно. Тридцать кадетских корпусов. От Варшавы до Хабаровска. От Финляндии до Ташкента. И в каждом из них побывал великий князь Константин Константинович. Да не единожды. Каждый год объезжал он свои корпуса. Восемьдесят тысяч кадет. И каждого он знал не только в лицо и по имени. Он помнил успехи, неудачи, разные забавные происшествия. И у кого в каком корпусе братья учатся. Это не легенда. Это факт, подтвержденный в воспоминаниях многих кадет и юнкеров. Во время визитов отец всех кадет все время проводил со своими подопечными. На занятиях в классах, за обедом в столовой, вечером во время отдыха. И ночевал он в комнате дежурного офицера. Однажды дежурный воспитатель нашел лист бумаги с сонетом кадету. Эти стихи мгновенно стали известны всем. Не было кадета, который не знал бы их наизусть. Хоть мальчик ты, но сердцем сознавая Родство с великой воинской семьей Гордится ей принадлежать душой Ты не один, орлиная выстая Настанет день и крылья расправляя Счастливые пожертвовать собой Вы ренитесь отважно в смертный бой Завидна смерть за честь родного края Но подвиги и славные дела Свершать лишь тем, в ком доблесть расцвела Ей нужны труд и знания и усилия Пускай твои растут и крепнут крылья Чтоб мог и ты, святым огнем горя Стать головой за Русь и за царя Программа обучения в кадетских корпусах Включала, помимо обязательного закона Божия Русский, церковнославянский, французский и немецкие языки Для желающих английский Русскую словесность, математику, физику, историю, географию, чистописание Основы законоведения, статистику, артиллерию, тактику, военную топографию В число внеклассных занятий входили строевое обучение, стрельба, верховая езда, гимнастика, плавание, фехтование, танцы, музыка, пение, этика Учебный год продолжался с середины августа до середины июня Во время летних каникул старших кадет вывозили в военные лагеря, а малолетних распускали по домам Сироты отдыхали на училищных дачах или ездили на экскурсии в другие города Болезненных детей отправляли для поправки здоровья в курортные местности Большое место уделялось спортивным состязаниям Сестра великого князя, королева Греции Ольга, в 1896 году открывала первые Олимпийские игры в Афина По ее примеру, Константин Константинович организовал в России малые юношеские Олимпийские игры И он не был бы самим собой, если бы наряду с вниманием к физическому здоровью своих воспитанников Не заботился о здоровье нравственном Он требовал от подчиненных ему офицеров, чтобы дачи и палаточные городки для кадет и юнкеров Размещались летом в самых живописных местах России И ребята могли каждый день видеть красоту родной земли, восхищаться ею Это, вкупе со всей системой воспитания души, рождало и укрепляло беззаветную и пламенную любовь к родине Поступить в кадетский корпус – это было огромное счастье не только для самого кадета, но и для всей его семьи Константин Константинович обращал особое внимание на эстетическое воспитание Кадеты посещали картинные галереи и выставки, занимались живописью и лепкой Музыкальные занятия в корпусах обычно вели профессиональные музыканты Для оркестров закупались прекрасные инструменты и постоянно пополнялись нотные библиотеки Для занятий по выразительному чтению главное управление военно-учебных заведений за свой счет Командировало в кадетские корпуса известных драматических актеров Великий князь явился инициатором показательных военно-спортивных выступлений Этот смотр состоялся в Петербурге в честь отца всех кадет КОНЕЦ 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 Россия, уже тогда имевшая прогрессивную систему образования Объективно выдвигалась на передовое место в мире в сфере обучения и воспитания нового поколения Великий князь мыслил весьма реалистично Следует собрать и обобщить самое лучшее, самое полезное, что есть в русской педагогике И сделать доступным каждому учителю Пусть в его профессиональном багаже будут действенные способы воспитания Самые современные методики, опыт всех талантливых учителей России Чтобы каждый кадет в столице или в провинции, мальчик или юноша мог учиться с интересом согласно своим способностям и склонностям По инициативе великого князя установилась традиция ежегодных кадетских парадов в Зимнем дворце Парады эти принимал лично государь-император Для кадет не было большей награды, большего счастья, чем участвовать в таком параде Продемонстрировать свою преданность Отечеству и получить знамя корпуса из рук императора Кадетские корпуса, безусловно, являлись элитарными учебными заведениями Но в них не было ни жестокой конкуренции, ни выбраковки слабых, что было характерно для закрытых школ Западной Европы Здесь процветали дух гуманности и кадетского братства Именно при Константине Константиновиче его стараниями и волей произошло выравнивание уровня образования Так что никакого второго сорта во вверенных ему военно-учебных заведениях Российской империи уже не осталось В то время не было принято отправлять отпрысков богатых и знатных семей, а тем более правящей фамилии на учения за границу Это было просто неприлично При Константине Константин Чакадетские корпуса достигли своего расцвета Им была создана стройная система воспитания военной молодежи, основанная на преемственности заветов и традиций предыдущих поколений А введенная в военных училищах система обучения признана одной из лучших в мире Великий князь был необычайно популярен среди воспитанников военно-учебных заведений Покровительствовал многим будущим офицерам, которые тепло вспоминали о нем спустя десятилетия Он гордился всеми, кто окончил военно-учебные заведения Именно Константин Константинович, о котором без преувеличения можно сказать настоящий учитель милостью Божией, педагог по призванию Явился инициатором возросшей активности российских учителей Не лишне напомнить, что до него учительские съезды были просто запрещены А с 1902 года по 1915 состоялось 49 учительских съездов История многим обязана великому князю Честное имя